Ох, я столько сил и времени потратил на ролики по Disciples. Надеюсь, ролик про создание Disciples Sacred Lands собрал достаточно активности под собой. Ведь никто не будет смотреть по-серьезски видос про хентай игру про чародей, которую я сделал на скорую руку. Ведь правда? Ну, давайте-ка проверим, что у нас там на ютубчике по просмотрам. Надеюсь, все оценили, сколько я труда вложил в мой ролик про Disciples Sacred Lands. Почему? Почему вы хотите, чтоб я страдал? Почему они меня ненавидят? Почему вы меня ненавидите? Вы хотите, чтоб я снимал ролики про хентай игры? Я сниму ролик про хентай игру. Вы получите, чего хотели. Вы получите это сполна. В ДИФЦЕЙДЕЙ ЗАСЮИИ ААААААААААААААА! АААААААААیАА ААААААА! ААААААА eraseФОЛИ А вы помните начало нулевых? В то время я был со всем микрочелом и, как я думаю многим известно, основной способ распространения компьютерных игр был на компьютерных дисках. Я помню в какой-то один случайный день одна мамина знакомая подарила мне вот такой вот интересный диск. Он, к сожалению, не сохранился, как вы видите, но благо я успел перенести все игры на компьютер. Собственно, что это вообще за диск? Он представлял себя сборник разных мелких и не очень аркадок. И если хотите, подробнее я как вам нибудь в отдельном ролике расскажу. Но мы сегодня остановимся на, так сказать, особо интересных играх. Вот видите, здесь много папок, много различных игрулик. И часть из них представляет из себя вот такую приколюху. Это эротические головоломки, где нужно делать какие-то штуки и раздевать женщин двумерных, настоящих. Вы представляете? То есть вот мы запускаем игру и можно выбрать некую барышню. Ну допустим, я не знаю, да, вот эту. Видите, вот у нас уже она такая полуразвета. И вот обычный головоломк. Причем, самое забавное, что, видимо, это какой-то офисный режим. По нажатию пробела можно спрятать нашу самую барышню. Вот нужно собирать. Ну здесь, допустим, вот обычно три в ряд. Все играли в три в ряд. Я думаю, всем понятно, что это за gameplay. И вот видите, я набрал кое-количество очков. И вот картинка преобразилась интересным образом. Соответственно, чем больше очков мы набираем, тем более любопытные картинки мы получаем. Все предельно ясно и понятно. Ничего особо интересного. Есть пара? То есть здесь на самом деле вроде сборник для ребенка планировался. Но... Да. Видите, содержание, конечно, любопыт. А тут еще и озвучка есть. Ну-ка. Дождь, я... Дождь, я... А теперь, мальчика, я научу тебя обращаться с женщиной. Я крайне плох в шашке, к слову. Так что, скорее всего, я... Причем здесь поддавки тоже можно играть, но... Что там херня какая-то разгоняется. Когда женщина хочет, у нее всегда здесь так мокро. Таких игр здесь, наверное, штук шесть или восемь. И... И... Кеквист в том, что у них у всех один автор. Это некий Хорин Максим. Автор сайта sweetgames.narod.ru. То есть, этот мистер еще и хочет Мари за свою любопытную разработку. Да, мне слышали. Я хочу почувствовать его силу. Я не понял, что она сказала. Пиздец. Какой ужас. Ха-ха-ха. Я не знал, что здесь такая херня есть. Я вообще не помню. В общем, видите, здесь можно еще регистрацию получить. 2002 год. Мой младший брат тут только родился. Все, женщина. Заткнись. Ёптвоя. Конечно, хочу выйти. Какие гены, кстати, здесь встроенные есть. Тоже, видите. То есть... Барышни разные. Но... Суть примерно одна. То есть... Базовые... Такие вот... По игрульке. За некоторые из них... Я не помню, где-то натыкался. При... Победе нас сразу просят зарегистрировать копию. Заплатить некие деньги этому Хорину Максиму. Хорин Максим! Если ты... Каким-то чудом... Увидишь этот видеоролик... Расскажи, насколько это прибыльно вообще дело было. То есть кто-то реально покупал эти игры. Так... В общем, вы поняли. Для... Микро меня это, конечно, был... Своего рода... Ники Шок. Вот здесь, кстати, по-моему. Крестики-нолики. Почему-то не просто крестики-нолики. Они еще и бесконечные. Есть также и другие игры. Одна из них... Очень... Потешная... Видеоигра... Которая называется... Chicken Farm. Что это такое? Ну, или вот, как гласит елок... Поппин. Это некая простенькая поигрулька. Аркад. То есть, в целом, все игры достаточно простенькие. Немецкого происхождения. Мы разработали некий Redfire Soft. И геймплей заключается в том, что мы играем петухом. Управляется все просто мышкой. Вот. И нам нужно шприхиндохать вот этих вот... Полненьких курочек, так сказать. Чем активнее мы это делаем, тем больше очков мы получаем. Также у нас есть гачимучие женщины-курицы. Которые летают и наваливают пиндюли и нашему мистеру. Вот. Если, так сказать, сдержаться возле них. То есть, игра на время идет. У нас есть количество резиновых изделий номер два. Некоторые. После каждого взаимодействия с женщинами-курицами у нас они тратятся. Но можно собирать попкорн и пополнять это самое количество резиновых изделий. Вот. И у нас есть также количество жизней. Так что главное не получать тренделей от этих вот злобных гачи-женщин. Вот они дальше кидаются яйцами, когда летают. Вот. И также по нажатию правой кнопки мышки можно, так сказать, летать. То есть, просто перетаскивать нашего товарища с места на место. Вот. Подходим и встраиваем некие... Ну, ну вы поняли. Приколы. Простенько, вполне себе играю. Когда время заканчивается, нам показывают количество набранных очков и духи. В общем, как будто бы... Ну, то есть, понятно. Хи-хи-ха-ха, курица ебутся. Вот это номер, да. На самом деле, трешняк какой-то. Вот. Но самое интересное из всех этих игр в этой папке именуется как просто овца. Но на самом деле это ничто иное, как, я думаю, некоторым известная серия... Вернее, представитель, это первая часть довольно, мне кажется, известной серии игр. Свен Бомволен. Что это за игра? Это тоже простенькая аркада, но в отличие от предыдущей игры от петухов... Про петухов, в смысле. И куриц. В этой чуть больше геймплей смысла. Это, так сказать, аркадная своего рода головоломка. Тоже немецкого происхождения. В 2002 году. То есть, видите, игры начала нулевых. Тогда это вполне себе можно было идти по спокойно. Где мы играем за черного барашка Свена, который перемещается по уровню. И его цель взаимодействовать приятным образом с овечками. То есть, игра идет на время. У овечек есть разное настроение. То есть, чем менее они положительно настроены, тем дольше нужно прожимать пробел, чтобы выиграть. Вот. Наша цель, соответственно, за время успеть провзаимодействовать со всеми овечками женского пола. Ну, можно по пути еще собирать разные бонусы в виде грибов. Которые могут давать какие-нибудь бонусы. Типа ускорение или наоборот бан. Вот. А также есть некий мужчина. У него есть даже имя. Ларс как-то его зовут. В общем, этот вот пастух. Который следит за овцем. Потому что, как вы видите, как только происходит некоторое интересное взаимодействие, овцы исчезают. Чудным образом. И можно, соответственно, от него обрести пиздюлей. А также это можно, этих самых пиздюлей, получить от этого пса по кличке Вотон. Он, Вотон более активный. Мужик же больше, скорее, направляет. Хотя, если напрямую с ним соприкоснуться, то можно от него другие охватить. Игра, на самом деле, ну и сказать, что гиперпростая. Ну, в целом, потешная. Я вот дальше третьего уровня, кажется, не доходил. То есть, в целом, она тоже веселая. И она, видимо, настолько приглашалась народу, что у нее имеется аж несколько частей. А также, я помню, была версия то ли на Windows, то ли на Java. То есть, это прям серия. Прям полноценная. Четыре или пять игр, кажется, во франшизе. Числа не больше. То есть, если вам интересно, я могу об этом подробнее рассказать. А может быть, тоже. Рассказывал об этой серии. Ты кого знает. Ищите. Не скажите. В общем, прикольная такая игра. И здесь как бы даже из эротического... То есть, здесь даже нет какого-то, так сказать... То есть, понятно дело, что игра явно не для детей. Но, я думаю, если вы мелкие пиздёки, вы такие, хе-хе-хе, перед доваляться животное, типа, вот это да. То, ну, и ничего такого, как будто бы. Набирайте очки, чтобы выиграть. Вполне себе веселая игра. Относительно безобидная. Здесь сиськи-письки никто не показывает. Что замечательно. Не сказать, что я бы дал вот этим детям поиграть. Но дети играли. Вот. В общем, такая замечательная игра. В общем, видите, сборник в целом у меня любопытный. И по-своему уникальный. Среди этого сборника есть ещё одна потешная игра. Которая называется... Игра под названием Catch the Sperm 2. Она не то, что какая-то там хентайная, там пропердолива. Но она крайне любопытная. И, скажем так, неуютная по своему содержанию. Это причём сиквел. То есть, получается, была ещё и вторая часть. Разработали её чуваки из Феномедиа. Это те же разрабы, что и сделали серию Свен, а также серию игр про Мархухана. Так, и... И это такой, как это называется, скроллшутер. Цель которого при помощи некой специальной пушки стрелять резиновыми изделиями для того, чтобы... Блин. Ловить... Сперматозоидов. Сперм. Типа камну. Вы поняли? Вот. А также ловить всякие вирусы. Вот. Если мы их пропускаем, там, чтобы дальше будут какие-то более опасные, мы очки теряем. Если их ловим, то набираем. Игра, вроде, была сделана, типа, с целью в такой вот игровой форме информировать, видимо, подростков про, там, безопасное совокупление и вот это вот всё. То есть задумка интересная, реализация странная, но, вроде, в целом, всё понятно, что здесь происходит. А потом дальше, видите, будут все какие-то страшные вирусы, и если что-то пропустить, какие-то какашки, то мы... О, всё, видите? Фан овер. То есть, видите, если вы не предохранялись, то вы проиграете. До связи. Ещё одна интересная игра на этом сборнике обозначена как Эротетрис, и это крайне странное зрелище. Вы можете сами видеть, это вот какая-то мини-игрулька. Это не просто Тетрис с заменёнными скинами, а здесь у нас как бы буквально перемещаются мужчины и женщины, которых нужно умудриться состыковать таким образом, чтобы они между собой повзаимодействовали и потом исчезли. То есть, здесь не ряды убираются, а как бы пары. Они, видите, в очень странных позах, и я до сих пор не понимаю, по какому принципу нужно их стыковать. Это очень редко получается. Соответственно, выиграть здесь очень сложно. Видите, забавная форма, типа гэгбой, да, хотя бы не гейбой, уже неплохо. И вообще, насколько я знаю, это мини-игра из какой-то другой, ещё более всратой игры. Если вы знаете, откуда конкретно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Я даже не знаю, что здесь ещё можно комментировать. В общем, Свен Бамволин из вышеупомянутых перечисленных игр – это самая, наверное, безобидная и, что самое главное, интересная игра. И вообще это можно назвать вполне себе полноценной игрой. Да, простенькая, но по-своему прикольная. Вот. И хотел бы я сказать, что подобные игры остались далеко в прошлом, но вы откройте тот же Steam, типа, нет. Ну и напоследок я вам хочу показать просто очень, наверное, странную фигню. Она нисколько не, так сказать, пошлая, она всратая. Здесь есть папка, которая называется «Бешеная корова». Два WAV-файла и сама игра – cow.exe. Я не буду это комментировать, я просто вот её сейчас запущу. Как проверить нормальность вашей коровы? Если у вас нормальная корова, тогда она звучит так. А если корова не совсем нормальная, то так. Прекратить издеваться над коровами. И на этой абсолютно шизанутой ноте я хотел бы с вами попрощаться. Пишите в комментариях, сталкивались ли вы с такими играми когда-то давно, в своём детстве, юношестве, отрочестве. А ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Вот это вот всё. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok